всем привет неспроста записываю это видео на обычный мобильный телефон при этом вы видите мой экран монитора с курсором натолкнули меня это видео сделать одни мысли размышления вообще всегда было интересно как ощущается 60 герц 120 и 140 и в том числе 240 ощущается ли эта разница вообще как-то и где находится эта граница сейчас я вам все покажу вот сейчас стоит значит частота давление 60 герц кстати для этого теста можно это визуально заметно глазами и даже если записывать на обычную дешевую камеру как у данном случае я сейчас делаю на ней тоже разница очень очевидно заметно если я сейчас буду делать простые круговые движения мыши достаточно быстрые то как и глазами такие на своей камере сейчас вижу что при быстром движении как бы возникают копии курсора там около 8 штук наверное есть и между ними есть определенное расстояние то есть это обусловлено чистота добавления экрана 60 герц думаю это всем понятно что же произойдет если мы эту частоту увеличим как вы думаете давайте это сделаем и посмотрим сейчас частота обновления 144 герц я начинаю движение мыши что мы видим количество копий курсоров как бы увеличилась если их раньше было около 8 штук заметно то теперь если присмотреться их гораздо больше но также но также они все равно есть они заметны если поставить на паузу их можно будет посчитать о чем это говорит о том что чем ниже чистота обновления экрана тем больше мы будем видеть этих копий либо разрывов в движении курсора соответственно если мы приближаемся более высоким частотам то тем больше этих копий мы можем видеть видеть глаза сейчас частота стоит 144 герца еще раз сожалению мой монитор больше не позволяет выдать но можно представить как будет это выглядеть на более высоких частотах очень просто соответственно количество копий таких вот курсоров и будет еще больше вплоть до того что на какой-нибудь там очень высокая частота на время 2000 герц количество копий мы настолько много что их невозможно будет визуально отличить друг от друга будет прямой непрерывный шлейф от курсора подобный эффект можно заметить если лазерной указкой выключить свет начать светить по стене и быстро двигать указателями за одну точку другую вы не будете никогда видеть отдельную быстро передвигающуюся точку вы всегда будете видеть именно шлейф именно полосу непрерывную полосу собственно такой же эффект будет возникать и на мониторах с высокой частотой обновления экрана еще есть такая интересная штука я буквально сейчас загуглил не знаю как правильно пишется называется phrase light застывший свет это когда с большой частотой точнее на большой выдержке записывают при движении источника света они так как оставляют за собой шлейф рисуют такие вот так вот рисунки на что-то похожее будет если начать двигать курсора мыши на экране большую частоту за ним будет оставаться такой шлейф и его прям будет видно соответственно чем с большей скоростью вы будете двигать мышь тем длиннее этот шлейф будет так что разницу вполне можно заметить и даже на более высоких частотах скорее всего заметить разницу между 480 и 1000 вы также сможете заметить исходя вот из этих соображений поэтому вполне 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 есть зачем гнаться другой вопрос насколько это будет полезная информация в том плане для вашего мозга да если вы допустим играете какие-нибудь шутеры насколько важно сколько это поможет вам лучше играть ну я думаю как минимум играть будет гораздо приятнее элементарно также в браузере будет более приятно скролить страница тоже сейчас когда скроллю и на камере также глазами видно что какие-то вот дублирования возникают как-то вот некрасиво а там будет идеально такое смазывание вот как красивом какой-нибудь фильме когда неприличные слова извиняюсь но как бы из жизни всякое бывает надеюсь вы не заметили ну перемотайте послушайте что там было написано в общем как в какой-нибудь красивом фильме снимают когда что-нибудь происходит и только мимо проезжает и она такая движение такая смазанная motion blur и будьте ощущать этот motion blur естественным образом даже просто быстро скользит страницу это наверное будет очень круто и красиво на большой частоте так что да разница заметна и человек спокойно не видит он нет у него лимита какого-то на 25 кадров выше которого типа не замечает разницы этот лимит еще гораздо дальше находится за 240 герц и возможно даже есть разница ощутимая между 1000 и 20000 и возможно также сможете заметить разницу короче вот пожалуйста над этим и короче копите бабки покупайте себе другие мониторы в общем и будьте счастливы и ничего у вас больше не станет за денег короче вот так вот